Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Овсянник Евгений Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии. Кашель является одной из самых частых причин обращения больниц за медицинской помощью. Очень часто является единственным или главным симптомом многих заболеваний, в том числе таких социально значимых, как хобок, бронхиальная астма, хронический бронхит. Проблема в том, что при длительном течении этих заболеваний многие больные не воспринимают кашель, как патологический симптом и привыкают к нему. Хотя на самом деле в большинстве случаев кашель является именно патологическим симптомом этих заболеваний. В редких ситуациях это защитный рефлекс при попадании в дыхательные пути и народных частиц. В арсенале врача крайне мало способов оценки кашля, его наличия, его выраженности. В большинстве случаев все сводится к расспросу пациента или его родственникам. Но как вы понимаете, в большинстве случаев это довольно субъективно и зависит, конечно же, от воли самого пациента, его настроения, различных характеристик и так далее. Поэтому глобальной проблемой является разработка методов объективной диагностики кашля. И в том числе на нашей кафедре много лет подряд ведется работа по разработке подобных методик. В частности, благодаря современным достижениям в электронике и приборостроении нами был разработан прибор, позволяющий ввести объективную оценку кашля, проводить его мониторинг, суточный мониторинг 24 часа, больше 24 часов. При этом прибор легкий, удобен в использовании, не доставляет неприятности пациентам и позволяет получать всю необходимую информацию касательно наличия кашля, выраженности, его интенсивности и ряда скепторальных характеристик, звукопозволяющих определить сухой кашля или влажный, соответственно, подобрать необходимую терапию, осуществить эффективность лечения, всеверенно скорректировать лечение, если в этом есть необходимость. Прибор представляет собой устройство, носимое пациентам, плюс смартфон со специальным программным обеспечением для обработки сигналов. Информация со смартфона через интернет передается на рабочее место врача, который, находясь в любом месте, на любом расстоянии к пациенту, в режиме реального времени может получить соответствующую информацию и, соответственно, своевременно скорректировать лечение и оценить его эффективность. Продолжение следует...